Современная ювелирная индустрия – это не только яйца Фаберже или Ананова, но и чокеры, кулоны, колечки и другая всевозможная, но очень красивая дребедень. Сейчас мы попробуем из этого слитка серебра всего лишь за полчаса сделать простое обручальное кольцо. Я включаю горелку. И вот это называется тигель. В нём мы плавим металл, он керамический. То, чем я мешаю, это кварцевая палочка. Она практически не плавится. Серебра, оно при отливке совершенно белое. Вот наш слиток, мы его опускаем в лимонную кислоту. Сейчас мы будем кипятить для того, чтобы снять вру, который у нас остался на слитке после того, как мы его сделали. Ювелирка – это самое меньшее и самое женственное, что мы можем смаживать делать, потому что мы закончили кафедру металла муфинского. У нас была и ковка в кузнице, мы и варили, мы и лили металл. В принципе, мы можем ваять скульптуры огромные. Эти вальцы советские, у них есть два барашка. В процессе металлного рту это становится очень хрупким. Для того, чтобы вернуть его пластические свойства, нужно произвести отжиг металла. Мы не видим той ювелирки, которую бы нам самим хотелось носить. Мы сейчас её создаём. В нашей изделии должно быть видно пот от трудового. То есть они должны оставлять ощущение лёгкости. Люди, как правило, хотят, чтобы это изделие несло какое-то небольшое послание в себе. И часто выбивают какие-то важные для них фразы, даты. Наш заказчик, ему бы с каждым бы дружили. Это какие-то люди искусства, актёры к нам приходят, рекламщики, экономисты. Обычно это люди, с которыми интересно поговорить. Ну, такие какие-то, ну, как мы, не знаю, как мы и лучше нас. Сейчас мы его скруглим, чтобы испаять вот эти кончики. Пока серебро мягкое, его можно пальцами обжать вокруг ригеля. Припой у нас потечёт наверх и полностью закроет шов. Сейчас мы будем добиваться круглой формы. Колечко также на ригеле. Вот, наше колечко уже почти готово. То есть его уже можно носить. Вот, и надпись видно. Палец можно туда запомнить. Вот. Вот.